Вечер после трудового дня. Время, когда можно в сторону отбросить все дела и окунуться в мир положительных эмоций. Мы приветствуем всех зрителей телеканала Беларусь4 и приглашаем провести этот вечер с нами. В эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Август. Время долгожданного отпуска и новых впечатлений. Хочется поехать в дальние страны, вдохнуть воздух свободы. Я знаю, что ты, Александр, как раз в предвкушении подобных событий. Да, да, да. Уж очень хочется побродить по улочкам неизвестных городов и посмотреть старинные различные исторические объекты. Вот что удивительно, в то время, как мы стремимся увидеть, найти что-то новое, необычное, где-то там далеко, к нам, в Гомель, приезжают туристы и путешественники из разных стран. И это неудивительно, ведь Гомель – один из древнейших городов Беларуси и, более того, у нас создано все для успешного отдыха, туризма и путешествий. Конечно, это и музей. Место, удивительное место, где можно уйти от реальности, найти вдохновение, окунуться в прошлое, чтобы, может быть, лучше понять настоящее. Наталья, я предлагаю сегодня устроиться для наших телезрителей экскурсию по лучшим музеям нашего города. Я за. Друзья, о музеях и экспозициях говорим мы этим добрым вечером. Одним из обязательных музеев, которые необходимо посетить, находясь в Гомеле, является картинная галерея Гавриила Ващенко. Ну, прямо сейчас предлагаем совершить небольшое телевизионное путешествие по выставочным залам галереи, а после… после начнем наш разговор. Картинная галерея Гавриила Ващенко появилась в городе над Сужем без малого 13 лет назад. Благодаря своему отличительному архитектурному обличию она стала украшением областного центра. Через оригинальные выставочные проекты завоевала доверие посетителей и стала неотъемлемой частью их культурной жизни. Картинная галерея Ващенко не зря носит имя народного художника Республики Беларусь, профессора, академика живописи. Ведь именно он сыграл ключевую роль в создании такого значимого и необходимого для Гомеля культурного объекта. Свои уникальные творческие работы народный художник передал в Гомель с одним условием – чтобы они не лежали в запасниках, а были доступны народу. 5 февраля 2002 года картинная галерея Гастина распахнула свои двери для посетителей. Со временем фонда Гомельской картинной галереи пополнялись новыми творческими работами. Сейчас тут насчитывается свыше 400 уникальных экспонатов. В галерее Ващенко можно увидеть лучшие образцы живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Сама же она является востребованной творческой площадкой как у начинающих художников, так и у мэтров мира искусства. С огромным удовольствием спешим представить нашу гостью – директор картинной галереи Гавриила Ващенко Людмила Михайловна Шимбалева. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Людмила Михайловна, вот вы знаете, без преувеличения, наверное, скажу, что сегодня знаковый вечер. Обычно вы всегда принимаете в гостях у себя в музее. Сегодня вы пришли к нам в студию. Хотелось бы нашу беседу начать с такого вопроса. Вот на ваш взгляд, что такое музей сегодня и каковы его основные функции? Вы знаете, наверное, правильно будет, если я не буду сегодня давать определение, что же такое музеи, галереи. А немножко внесу другой сегодня смысл в это значение. Вообще и музей, и галереи – это, наверное, такое же предприятие, которое выпускает продукцию. Только продукцию не материальную, а… Духовную. Духовную. И причем такую, от которой у людей появлялись бы положительные эмоции. Главный экспонат Лувра – это Монна Лиза. А что является гордостью нашей картинной галереи, Ващенко? Ну, наверное, и для кого не секрет, что сегодня гордостью картинной галереи является Гаврил Харитонович Ващенко. Народный художник, профессор, академик живописи, человек 20-го столетия, который признан Кембриджским университетом. И надо сказать, что Гаврил Харитонович воспитал более 200 учеников. Его работы находятся в 28 музеях мира. Это бренд республики и, конечно же, это почетный гражданин нашего города Гомеля. В этом плане очень интересная вообще история, Саша. Да, к нашей галереи. Если я ничего не путаю, она начинается... История картины галереи началась с того, что жена художника Матильда Ващенко передала коллекцию его картин. Городу, да? И, ребят, не только Матильда Адамовна передала работы. Матильда Адамовна передала 70 работ друзей художника. Белорусских художников. Но Гаврил Харитонович подарил городу 50 своих работ. Я не знаю сегодня в республике ни одного художника, который сделал такой огромный дар городу. И вот поэтому, конечно, после этого дара городской исполнительный комитет принял решение создать картину Гавриила Ващенко. Но а насколько сейчас велика коллекция музея? Я могу сказать, сегодня в фондах нашей галереи 452 работы. Из них 55 работ Гаврила Харитоновича. Вы знаете, насколько я помню, эта тема аисты, хлеб... У вас наверняка тоже есть какая-то любимая работа в этой коллекции? Вы знаете, что не совсем соглашусь с вашим вопросом, потому что все работы Гаврила Харитоновича я с огромным удовольствием смотрю, наслаждаюсь. И очень хотела, чтобы и жители нашего города, и гости все познакомились с творчеством Гаврила Харитоновича. Спасибо. И наверняка у вас есть какое-то любимое место в галерее Ващенко? Ой, сказать, что это любимое место... Или все зависит от того, в каком зале какая экспозиция проходит? Ну, во-первых, давайте не будем забывать о том, что у нас сегодня два здания. Одно находится на Карповиче 4, второе находится на проспекте Ленина 43, где у нас тоже и выставочный зал, и большой художественный салон, где можно приобрести сувениры на любой вкус, и магазин все для художника. И причем я хочу сказать, это в республике единственное место такое, где есть целый комплекс услуг. Единственное, чего не хватает, Саша... А вот нет, единственное, чего не хватает, это кафе. Вот единственное, чего нет. Но такого комплекса художественного и выставка, и художественный салон, и магазин, пожалуй, только в Гомеле. Причем это отмечают все гости, которые приезжают к нам из Минска и выставляют свою экспозицию. Ну, есть над чем наработать, есть куда стремиться. Совсем скоро, я думаю, кафе в картина галереи Ващенко появится, потому что, открою маленькую тайну, это студия волшебная, все сказанное здесь рано или поздно материализуется. Ну, вообще, новоматериал, согласен. Хотите, хотите, нет, но стоит проверить. У меня вопрос следующего характера. Вот в концертном, в театральном мире есть такое понятие «сезон». Можно ли в году выделить так называемый музейный сезон? Или он ежегодно? Да, когда билеты все уже проданы, да, залы переполнены. Ну, хочу сказать, что, конечно, еще лет, ну, 8 назад, конечно, можно было сказать, что музейный сезон – это с сентября месяца по май. Лето было как-то таким, знаете, спокойным, и в музей не очень ходила публика. Вот сегодня я этого сказать не могу. Сегодня музейный сезон на протяжении круглого года. Почему? Во-первых, очень много приезжает иностранных гостей. Посмотрите, в нашем городе заполнено итальянцы, гости из Германии, из Америки, Франции. Во-первых, чернобыльская программа, по которой выезжают наши дети в семьи. Во-вторых, очень многие участвуют в международных проектах, молодежных программах. Много гостей приезжает, инвесторов в наш город. И, пожалуй, вот все это наши гости. Ну и, конечно, очень важно, что сегодня отделы образования, управления образования сделали очень классный проект. Если раньше дети ходили, скажем, в школу только один месяц, июнь месяц, в школьный лагерь, посмотрите, как здорово сегодня возможность уникальная есть у школьников на протяжении всего лета находиться в школьном лагере. И, конечно, у каждого школьного лагеря в нашем городе есть своя программа, куда обязательно входит у них посещение галереи, музея. И поэтому, конечно, приток большой. Другой момент. В нашем центре областном очень много отдыхает гостей из России. Мы работаем все время, потому что мы для людей. Поэтому работаем мы каждый день без выходных и без перерыва. Ну, мне кажется, что музей ваш дом родной. Вот я сейчас вас слушаю внимательно и не хочется даже перебивать. Скажите, иностранные гости проявляют интерес в плане финансовом? Хотят ли они купить какие-то картины из фондов? А вы знаете, на сегодняшний день настал... Во-первых, фонды не продаются, хочу подчеркнуть. Но желание есть? Есть, конечно. Когда, например, гости приезжают к нам, вот, например, из Швеции были. Очень понравились работы, говорил Харитон, что-то Бусле, о которых вы говорили. Но работы из фондов галереи, конечно же, мы не продаем. Но для этого у нас есть художественный салон, в который можно прийти, посмотреть, выбрать полюбившуюся работу, а может быть даже и заказать, потому что мы работаем и под заказ. Заказать ту или другую работу. Копию, допустим, каких-то тоже работ, это в плане вы практикуете сегодня. Конечно, конечно. Это возможно. Ну, Коль, мы уже сегодня заявили тему говорить о музеях и о том, что же, какие выставки, экспозиции можно увидеть. Вот, Людмила Михайловна, вот здесь и сейчас, в картины галереи Иваченко, что можно увидеть? Какие экспозиции проходят? Ну, скажем, если здесь и сейчас, то можно увидеть шесть выставок. Ну, скажем, мы сегодня не забываем, что лето, школьные каникулы. И, конечно, очень многие ребята не смогли куда-то уехать, да и не только ребята. Вот, например, те же потрясающие попугаи, которых когда-то смотрели, но очень много звонков. И понимаете, очень важный момент. Сегодня мы посмотрим на попугаев, а завтра мы придем наслаждаться искусством. То есть через попугаев, через мир животных, мы подтягиваем к миру прекрасному. Мы даем дорогу, показываем дорогу в этот храм, что немаловажно. Ну, а любовь к животным – это тоже очень важный момент. И причем выставки, которые мы проводим, они у нас очень интерактивны. Ну, например, посмотрели выставку попугаев. Мама с детьми, я вот наблюдаю, как детям нравится. Затем покидая эту выставку, ребята присаживаются за стол, берут в руки карандаш. Заготовки мы им подготовили. И они, как когда-то раскраски, да, вот мы раскрашивали ребенок, здесь рисует, я буду говорить рисует, да, не пишет, профессионально говорит, пишет, то, что ему запомнилось. Тот, та гамма цветовая или тот колорит, который ему больше был близок. И потом свой маленький первый рисунок он забирает с собой домой. Поэтому, конечно, интерес очень большой сегодня. Причем, знаете, не только у детей, но и у взрослых. Я порой наблюдаю, что не дети идут на выставку, а взрослые идут на выставку. Вообще, на самом деле, вот эта тема интерактивности современных музеев, она очень популярна, по-моему, во всем мире. Вот это даже такой тренд сегодня музеев, когда хочется, люди уже хотят не просто лицезреть какие-то картинные вещи, они хотят к ним где-то прикоснуться. Наверное, увидеть и потрогать даже какую-то копию картины, полистать книги старинные. Вы знаете, да, и причем очень важно, иногда даже наши выставки, мы сопровождаем сувенирной продукцией этой выставки. Вот, например, сейчас выставка импрессионистов. Значит, обязательно здесь полностью сувенирная продукция. И покидая эту выставку, или посмотрев, изучив, скажем, можно посмотреть фильм здесь же, можно приобрести сувенир, и прекрасный буклет забрать с собой на память. То есть это такое, знаете, интерактивное, интересное посещение, как, например, когда была у нас выставка Сальвадора Дали и Пабло Пикассо, то она вызвала огромный интерес. С одной стороны, да, если вот смотреть по статистике, не только можно было познакомиться с мировыми именами, а можно было посмотреть фильм о Дали и о Пикассо, можно было и каталог приобрести себе. То есть вот такой сегодня момент очень важный, что выставки должны быть какими-то интерактивными. Сегодня ушло то время, когда мы просто приходили в музей, стояли у картины и покидали наши зоны. И предупреждали не шуметься и тишину соблюдать в музее. Тоже необходимо. Ну, сейчас уже мы не говорим соблюдать, потому что если идет фильм, например, знаете, когда приходят дети, правила хорошего тона, но ребенок сам к этому придет. Людмила Михайловна, хочется вернуться на пару минут в прошлое нашего разговора. Раз уж мы заговорили о выставке импрессионистов, у нас есть такая возможность прямо сейчас из телевизионной студии оказаться у вас в картинной гадерее Гаврила Ващенко и увидеть этот кусочек. Давайте с удовольствием посмотрим, вернемся в наши залы. Эти работы создавались на протяжении нескольких лет и в результате стали основой художественно-образовательного проекта «Свет импрессионизма», аналогов которому сегодня в Беларуси просто нет. Его главная цель – наглядно познакомить зрителя с историей изобразительного искусства. Тем более, что картины самых ярких представителей импрессионизма находятся в коллекциях самых крупных музеев мира в Париже, Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне. Благодаря же этому проекту у жителей Беларуси появилась возможность увидеть их высокоточные репродукции. В Гомельской галерее экспозиция разместилась сразу в двух залах. Проект уже побывал в Витебске и Минске, затем приехал в Гомель и на этом свое путешествие прекращать не собирается. Его имеет смысл везти в Россию и в другие страны. Если там будет отклик по запросам и получится, да, можно это же искусство, ну пусть в копиях, искусство, как и музыка. Она универсальная, она космополитичная и не имеет ни границ, ни стран. Людмила Михайловна, ну вот, начиная с 2002 года, когда, собственно говоря, открылась галерея, каждый год проходит огромное количество выставок и презентаций. Нынешний год – Год культуры и, наверное, потребовал чего-то особенного. Вот знаете, слушая Ваш вопрос, что Год культуры, я все же противник того, чтобы говорить, что только в Год культуры мы что-то делаем особенное. Вот не соглашусь. Вы знаете, мы каждый год стараемся делать все больше, все интереснее, лучше и лучше. И независимо от того, Год культуры или нет. Оно может проходить под эгидой Года культуры, но выставки, как были они интересными или как старались мы подбирать, искать интересные проекты, так мы их и ищем, невзирая на то, Год культуры или нет. То есть для Вас каждый год это Год культуры? Но мы же работники сферы культуры. Мы работаем в том учреждении, которое должно радовать людей, которое должно вовлекать их, скажем, в ту деятельность, которой мы занимаемся. Поэтому вот здесь уже... В любом случае Год культуры это может стать с переломным моментом, когда можно как-то повлиять на своих посетителей, более, скажем, агрессивно их пригласить к себе. Вот в этом плане есть какие-то особые проекты в Год культуры? Вообще у нас проекты особенные каждый год. Вот, например, 2015 год это не был Годом культуры. Но посмотрите, я вернулась опять к выставке Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Я хочу сказать, что эту выставку посетило две с половиной тысячи человек. Хотя для этого большого нашего города, где более 500 тысяч населения, то это не столь много. Я бы сказала так. Но как для выставки, ну, вроде цифра неплохая. А, кстати, возвращаясь к импрессионистам, насколько популярна эта выставка у Гомельчан? Вы знаете, это даже не просто выставка, а это культурно-образовательный проект. И, судя по всему, что начали мы этот проект 4 мая, до сегодняшнего дня и до конца августа, даже, наверное, скорее всего, до первых чисел сентября где-то, мы этот проект продлеваем. Потому что мы видим, какой огромный все же интерес у наших посетителей. Вы знаете, чем он еще интересен? Ведь сегодня имена Ван Гог, Мане, мы не можем перевести сегодня оригиналы этих работ. Но мы здесь призываем хотя бы обратить внимание на мировое имя. Вот это тоже очень важно. Но залы вашей галереи, галереи Гаврила Ващенко, уже повидали много. Это и выставка картин Юрия Пэна, это и Марк Шагал, это и... Владимир Цеслер. Владимир Цеслер. Вот у меня вопрос. Как рождаются идеи выставок? Знаете, это самый... Саша, очень... Вся цепочка от идеи до проекта, скажем так. Ну, я хочу сказать, что, пожалуй, это самый основной и важный вообще вопрос, и самая главная ответственная работа, которая нам предстоит. Потому что спланировать выставку сегодня, поверьте мне, очень сложно и непросто. Во-первых, надо что-то интересное найти. Во-вторых, райдер у многих художников и у многих проектов тоже свой. Не всегда ты можешь этому соответствовать. И я не боюсь сегодня это говорить. Затем, например, ты спланировал выставку, а тот или иной художник, автор этого проекта, вдруг не может. И у тебя этот проект срывается. И сегодня, скажем, на календаре август месяц, а над выставочным проектом следующего, 17-го года, мы вплотную уже работаем. Как интересно, что планируете? Вот, пользуясь случаем, можно приоткрыть занавес? А вы знаете что? Я думаю, что выставки будут довольно интересны, потому что будут такие проекты, например, из Москвы, будет очень интересный проект. Я не буду о нем сегодня говорить, потому что, знаете, я человек суеверный, и уже боюсь, чтобы не сорвалось. Но я знаю, республика этого не видела. Там серьезное имя будет, мы переговоры уже ведем, оговариваем все условия, моменты, как доставка будет этой выставки, кто на себя какую ответственность берет, потому что любой проект требует и финансовых вложений определенных, и рекламы определенной, ну и, конечно, расходов, потому что проекты готовятся заблаговременно. Это не сегодня на завтра. Сегодня на завтра, это вдруг, если что-то сорвалось, и ты быстро ищешь, чтобы чем порадовать гомельчан. А вот на самом деле спрос в данном случае, он как-то диктует предложение? Конечно, конечно. То есть вы выслушиваете каким-то образом пожелания людей, что же мы хотели бы увидеть? Вы знаете, очень много звонков поступает, например, по тем выставкам, которые у нас уже прошли, поступают звонки. Скажите, а когда будет такая-то выставка, которая у вас была? И когда ты анализируешь, ты думаешь, да, наверное, надо повторить. Ну и знаете, вот как руководитель учреждения, я все время анализирую посещение. Сколько человек побывало? Какой доход мы от этого получили? Потому что мы же сегодня должны зарабатывать деньги. Это понятно, это правильно, потому что здание надо содержать, зарплату людям повышать, но и много других расходов. Поэтому, конечно, над этим мы работаем. Скажите, а можно ли вам задать вопрос не как руководителю предприятия, а как посетителю? Можно. Какая выставка, вот даже за прошедший, за текущий год, на вас произвела, скажем так, неизгладимое впечатление? Саша, вы знаете, на меня... Или вы уже не можете относиться так вот, понравится, понравится, не понравится. А если бы не нравилась выставка, мы просто бы ее не брали. Поэтому, ведь когда ты подходишь к выставке, к планированию, ты именно смотришь, как посетитель. Что интересно будет посетителю? Помните, в начале нашей программы я вам сказала, что мы должны выпускать тот продукт, который будет интересен нашему посетителю. Совершенно верно. Поэтому мы и работаем над проектами так, чтобы людям было интересно. Людмила Михайловна, наверняка вы побывали во многих музеях в самых разных странах. Была. Была в Италии, смотрела. Была в Америке, смотрела. Известный музей Метрополитен, например. Во Флоренции известные музеи. В Санкт-Петербурге. Удивительно, если бы это было не так. Я хочу спросить, вы могли бы сравнить галерею Ващенко с каким-нибудь музеем в какой-нибудь стране? Ну, вы знаете, наверное, не совсем я могу сравнить, потому что наше учреждение, оно камерное. И вот, кстати, скажем, гости, есть помпезные, да, залы огромные, где работы более двух метров, да, мы немножко учреждение камерное. И вот, скажем, наше учреждение очень нравится иностранным гостям. Вот, когда они приезжают, многие говорят, особенно наш дворик, они говорят, швейцарский дворик, вот какое камерное интересное здание. А меньшане, как завидуют, видя в Гомеле, что есть такое отдельно стоящее, это тоже немаловажный момент. То есть говорить о том, что у картинной галереи Ващенко есть брат-близнец, не приходится? Нет, не будем. Уникально в своем роде и единственное на планете Земля? Ну, не на планете Земля, а, скажем, хотя бы в Республике Беларусь. Я, вы знаете, всю передачу хочу спросить вас про эту удивительную детскую из-за студии в гостях у Тюбика. Расскажите про этот проект. У меня дети многих знакомых посещают. Ну, хороший вопрос. Спасибо, что вы сегодня задаете, спрашиваете. Это интересно, наверное, будет очень многим. Да, действительно, 4 года назад мы открыли воскресную художественную студию в гостях у Тюбика. И обратите внимание, что возраст мы оговорили дети с 3 до 7 лет. ведь это та категория детей, которая детский сад, сад закончен, свободное время, а в школу мы еще не пришли. И поэтому вот этих ребят с 3 лет мы взяли к себе в студию и начали с ними работать. Причем работает с ними не просто художница Елизавета Овчинникова, молодая, талантливая, я бы ее назвала, а очень важно, что она с педагогическим опытом работает. Вот это очень важный момент, понимаете, потому что все-таки педагог. И начинали мы с одной группки. Сейчас у нас нет отбоя. Это проходит по воскресеньям, воскресный день, и у нас три группы в этот день. По 2 часа ребята занимаются. Ну, вы можете, наверное, у меня спросить, ну, а вот где-то еще есть, есть во дворце? Да, есть. Но чем интересно ходить, скажем... В чем отличительность вашего тюбика? А вот я вам скажу. Помимо того, что ребята обучаются вот в таком возрасте, у них уникальная возможность есть еще и посмотреть те выставки, которые у нас есть, и познакомиться с мировыми именами, и узнать наших гомельских художников, но и плюс у этих же родителей, которые приводят детей, ведь если они приходят, у них 2 часа свободного времени, у них тоже уникальная возможность есть познакомиться с выставками. И знаете, вот сегодня он пришел в студию, в тюбик, а кто знает, может через пару лет будут выставляться работы этого ребенка. Следующий вопрос хотел о дальнейшей творческой судьбе, ну скажем так, тюбиковцев, выпускников школы тюбика. Ну знаете, я, наверное, уже предполагаю, какой может у вас еще вопрос прозвучать, Готовы ли стены галереи? Детям предоставить, да? Ну, Александр, скажу, что, во-первых, мы часто представляем наши залы для детских работ. Ну, не говоря даже только о тюбике, я могу сказать, у нас проходит конкурс памяти Дьяконова, где ребята из всей области любого возраста представляют на конкурс свои работы. И если в прошлом году было представлено в наших залах более ста работ, написанные именно детьми. Что касается детской из-за студии тюбика, то все время, скажем, после каждого, скажем, какого-то месяца мы обязательно делаем выставку в этом зале, где ребята занимаются, в наших коридорах. И, естественно, родители, которые приходят, они могут наслаждаться теми работами и смотреть, как его ребенок. И даже, знаете, был интересный момент. Приехал к нам гостья наша из газеты «Мостатство». И она как раз готовила сюжет, вернее, не «Мостатство», а в журнал «Мостатство». И она готовила материал в этот журнал. Мы проговорили с ней тоже про нашу из-за студии. Я ей показываю работу, и она сразу говорит, а можно я куплю эту работу? Я говорю, подождите, подождите, надо с мамой решить. Будущей Мане? Да, понимаете, вот она настолько была заряжена этой работой, что она говорит, я хотела бы ее купить. Но я соединила уже с мамой, конечно, мама сказала, вы знаете, это наша первая работа, и мы ее, конечно... Анна Бестенна. Да. Знаете, Людмила Михайловна, мне все-таки кажется, что после тюбика, после посещения этой детской изо-студии стать Гаврилом Ващенко вторым будет все-таки детям проще, чем не посещая, не рисуя. Наверное, все-таки подобные изо-студии, они очень нужны. Нужны везде, при каждом художественном учреждении, обязательно. Ну, вы знаете, это еще плюс очень важный момент, это и занятость детей. Это тоже немаловажно. Ведь тот, кто сегодня с кистью в руках или с карандашом в руках, ну, это у детей, во-первых, развивается и, скажем, внутреннее какое-то другое по отношению к другим вещам. То есть, я думаю, здесь большой спектр несет вот это занятие. Это вообще любое занятие, чем бы ребенок ни занимался, да? Главное, чтобы по улицам не бегал. Людмила Михайловна, забыли мы еще поговорить об одном аспекте, который неразрывно связан с вашей галереей. Это мероприятие, которое называется салонные встречи. Расскажите подробнее, что это за встречи, как часто они проходят и кто на них приглашается? Ну, салонные встречи у нас есть разные. Ну, во-первых, у нас много новых проектов открыто в этом году. Я бы тоже их отнесла к салонным встречам. Но такие проекты, как Муз-Арт с Гомельской областной филармонией, то что мы делаем? Мы не только знакомим, скажем, с произведениями музыкального характера, а мы сочетаем музыку с живописью. Например, сегодня мы послушали концерт где-то просто в каком-то зале. В чем отличие все-таки вот нашей встречи от залов других? Если мы пришли с вами на концерт, мы послушали исполнителя, покинули зал и ушли. В данном случае мы не только услышали исполнителя, мы можем познакомиться с его творчеством, мы можем задавать ему вопросы. То есть уже такое, знаете, камерное, красивое общение, где мы получаем исчерпывающую информацию. А потом мы можем наслаждаться искусством и посетить зал галереи. Вот этот проект называется Муз-Арт. Второй, например, проект называется Встреча с легендой. Ведь очень много известных людей с мировыми, скажем, именами, ну, с известными именами, но мы о них совершенно ничего не знаем. И вот мы начали такой проект Встреча с легендой с категорией, скажем, наш колледж имени Соколовского со студентами и еврейское общество Ахдуд. Вот мы целенаправленно с ними работаем. Мы пригласили к себе в гости киносценариста Веру Савину, Веру Юрьевну Савину, которая, причем, внучка личного врача Льва Николаевича Толстого, лучшая подруга Владимира Высоцкого. Ну, и там много-много всего. И вот Вера Юрьевна написала с киносценарий «Марк Шагал нереальная реальность», Чеслов Немин, известный рок-музыкант и открыла музей Чеслову Немину, плюс, например, Лангбард, известный скульптор города Минска. И вот такие интересные встречи мы проводили с Верой Юрьевной. Встреча с легендой. Кто был посетителем, вот, например, этой встречи? Я вам рассказываю. Это студенты. Студенты. Не только студенты. Желающие и с улицы приходят, потому что на нашем сайте мы размещаем все то, что у нас будет проходить или проходит. Ну, и, конечно же, салонные встречи, дорога в мир искусства, это в наших учебных заведениях. Мы обязательно выходим в школы. У меня сейчас желание подняться, выйти из студии, напрямиком, идти в картину-галерею Гавриила Ващенко и по выставкам походить и в музыкальный салон. Это все потому, что музей сегодня уже давно расширил свои рамки. Он вышел в город, к людям. И сегодня, я думаю, что после нашей программы гомельчане и гости нашего города еще быстрее побегут в нашу галерею, смотреть интересные работы, встречаться с интересными людьми. Но я хотела бы вас дополнить и сказать, что сегодня картинная галерея это не просто выставочный зал, это культурный центр, это центр эстетического воспитания, это методическое пособие для общебразовательной системы, в конце концов, и идеологический центр. Но еще, Саша, вы знаете, очень важный момент, мы, наверное, не сказали, но я хотела бы сказать о том, что в свой день рождения вы можете к нам приходить бесплатно. У нас же есть и акции всевозможные. Вот об одной из акций я бы хотел узнать подробнее. слышал, что однажды вы запустили проект, который называется День подяки. Проходит он по понедельникам. Расскажите, насколько он сейчас актуален и как это работает? Каждый понедельник любой посетитель нашей галереи, приходя к нам, причем, обратите внимание, каждый понедельник, ведь в понедельник музеи выходные, опять хочу об этом сказать и подчеркнуть, мы работаем. И поэтому каждый понедельник любой посетитель стоимость билета определяет самостоятельно. Здесь даже, понимаете, целый социальный проект. Например, ну, пришла бабушка малоимущая или человек, ну, не имеющий возможности оплатить, там, скажем, 50 тысяч. Пусть в кошельке маленьких, я по-старому буду говорить, 100 рублей. И нормально. И он может идти и смотреть выставки. Приехал самодостаточный человек, и такие примеры у нас были. Гости, например, из Санкт-Петербурга. Вот вчера, например, хотя акций не было, но человек все равно пришел и говорит, а я поучаствую в вашей акции, оплачу, сколько считаю нужным. Гости Санкт-Петербурга за одно свое посещение оплатил 2 миллиона 700. На старые... Старые деньги белорусские, да. Понимаете, таким образом получается целый социальный проект. Мы помогаем малоимущим, а самодостаточные помогают культуре. Чем же будете радовать своих посетителей в обозримом будущем уже этой осенью? Ну, надо сказать, что приближается Сожский Карагод, День города, и мы всегда очень к этому тоже готовимся. Скажем, у нас будет выставка Сергея Протенкова, вы, наверное, все этого... Конечно. ...человека знаете, который получил премию Тейлора, да? У нас будет выставка, сейчас скажу, из города Минска довольно интересная, выставка Жанны Капустниковой, это Дожинки, это тоже очень интересный проект. Проект, который 12 августа уже открылся. Да, проект, который мы открыли 12 августа, Но все в рамках Сожского Карагода. Конечно, конечно. Ну, вы знаете, я считаю, что на нашем сайте можно посмотреть, пресса очень много дает, вы очень много освещаете. Мы стараемся. Поэтому давайте дадим возможность и посетителям, и жителям нашего города все-таки обращать внимание сегодня и на рекламу, и на средства массовой информации, и посещать наши учреждения культуры. Людмила Михайловна, огромное спасибо за то, что в вашем плотном графике вы все-таки нашли время прийти к нам в гости на наш добрый вечер. Ну и приглашайте в гости. Спасибо большое, что пригласили. Ну, вы знаете, мы всегда вас приглашаем, с огромным удовольствием ждем, и я очень благодарна, что благодаря все-таки и вашему каналу, и всем средствам массовой информации наши жители могут знать все то, что у нас происходит. Людмила Михайловна, Шамбалева, директор галереи Гаврила Ващенко была сегодня у нас в гостях. Ну, а наша программа продолжается, не переключайтесь, скоро вернемся в эту же студию. Добрый вечер. В Гавриле продолжается и продолжается наше телевизионное путешествие по лучшим музеям нашего города. Удивительно, возвращаясь из дальних стран, мы приводим огромное количество впечатлений и, конечно же, фотографий. Что интересно, много из музеев, а вот до своего музея, Александр, мы как-то дойти не можем. А поэтому настоятельно рекомендуем отложить все свои дела и в ближайший уикенд или, может быть, завтра отправиться в музей нашего города. И я уверена, что после сегодняшнего доброго вечера желающих посетить музей станет намного больше. Да и посмотри, там действительно есть на что. В выставочных залах Дворца Румянцевых и Паскевичей в эти дни представлено небывалое количество выставок и экспозиций, о которых нам расскажут наши сегодняшние гости. С удовольствием представим их вам. Заведующая художественным отделом Музея Гомельского Дворцово-Паркового ансамбля, кандидат искусствоведения Татьяна Литвинова. Здравствуйте. Добрый вечер. И заведующая историка краеведческим отделом Музея Гомельского Дворцово-Паркового ансамбля Анна Кузьмич. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня так получилось, что мы... Здравствуйте, кстати. Добрый вечер. Так спешу с вами поговорить о музее, о прекрасном. Так случилось, что мы сегодня как-то обсуждаем параллельно две темы. Отпуск и обязательно музей. Наверное, одно без другого не существует. Вот в эту отпускную пору у вас, наверное, на самый жаркий период. Расскажите, что сегодня происходит? На самом деле отпуск – это понятие растяжимое. Оно длится не один месяц. И многие гомельчане уходят в отпуск и уезжают куда-то в далекие края. Но, судя по посетителям, которые мы видим сейчас в парке и в залах нашего дворца, музей востребован. И это не только приезжие, но и наши гомельчане, которые, пользуясь таким теплым, даже, можно сказать, горячим летом, жарким летом, никуда не уехали, а проводят свой отпуск здесь, у нас, в Гомеле. И они планируют в том числе и посещение нашего дворца. Но я думаю, что вы их не разочаровываете. Наверняка сегодня в музее происходит огромное количество выставок, экспозиций. Вот сколько по количеству на данный момент, вот сегодня и сейчас, выставок, экспозиции работает во дворце Румянцевых и Баскович? Давайте попробуем закладывать пальцы. Начнем с Соколя. Там сейчас работает выставка Атлантида. Потом поднимемся выше. На втором этаже у нас несколько сразу выставок работает. И выставки, такие постоянно действующие, и временные выставки, и мифология, как у нас правильно называется эта выставка? Первая, шестая. Параллельный мир, да. Мифы о домовых и лешах. Это выставка, которая, нужно сказать, что мы впервые прикоснулись к теме мифологии, именно белорусской, в таком развернутом виде. И мы впервые говорим о домовых и лешах. То есть это, как бы, говорить, все-таки мир нематериальный. То есть это то, что мы не можем пощупать, ощутить. И очень сложно, конечно, выразить это материальными экспонатами. То есть этнографией, какими-то предметами. Но, судя по отзывам тех посетителей, которые дошли до этой выставки, у нас все-таки проект получился. И мы действительно показали те представления и те легенды, которые существуют в народной традиции. Это мифы и о русалках, и о водяных, и о лешах, и о домовых. Мы не только рассказываем о том, как в себе представляли наши предки эти существа, которые они считали живут рядом с ними, но и где-то как-то рассказываем, что нужно делать тем людям, которые верят в это. Очень интересно. То есть получается это чисто авторский проект нашего Дворцового парка в ансамбле. То есть это не привезенная выставка, совершенно верно. Не собранная, а придуманная. И еще одна есть авторская выставка. И основа именно на наших экспонатах, которые хранятся в наших фондах. Но все дело в том, что уже были подобные выставки, если я, конечно, не путаю. Были и сказочные персонажи, и по сказкам Пушкина, и какие-то мифологические существа тоже были. Но это является... То были коммерческие выставки, а это непосредственно из наших фондов и, собственно говоря, нашим видением и образами. Потому что то, что делают музейщики, то, что делается на выставках, это чаще всего от знаний или от опыта тех, кто это делает и от тех предметов, которыми можно воспользоваться. Поэтому в ходу идут самые разные приемы. Ну вот, на ваш взгляд, какой самый интересный может быть там экспонат? Леший, Баба Яга? Или все-таки русалка? Да. Или каменная русалка? Ну, вы знаете, есть у нас экспонат ступа, которая в настоящее время является ступой Бабы Яги или ступой ведьмы. Отпайте сфотографироваться. И этот экспонат очень интересен тем, что если мы посмотрим на его внешний вид, то мы увидим ракету, которая взлетает в настоящее время в космос. То есть вот сама форма этой ступы, она, очевидно, до такой степени классическая, что, может быть, даже легла в основу дальнейшим ракет. Да, так мы не закончили закладывать пальцы. У нас еще есть и более академический характер выставок. Ну, например, у нас выставлена коллекция подарков, которые поступали в разное время представителям власти гомельской городу, гомелю, области. Так что же дарили? Расскажите, что же дарили? Ну, очень многие сувениры характерны для разных регионов. Если там Казахстан, то это, скажем, панно из кожи, если это Польша, Шленск, то это, конечно же, хрусталь и так далее. Вот это такая, ну, выставка наших фондов. Но вот совсем недавно у нас совершенно академическая выставка открылась буквально вот на днях. Это выставка западноевропейского искусства из Национального художественного музея. Вот я так понимаю, могу сделать выводы, что у нас разговор надолго и по-вечернему всерьезно все-таки. Я предлагаю слегка заложить еще один палец и слегка разбавить наш вечерний разговор еще небольшим путешествием. Вы знаете, вот наши корреспонденты никогда не пропускают ни одну премьеру, ни одну презентацию, ни одну выставку во Дворцово-парковом ансамбле. Я сам часто их посещаю. Одно из ярчайших впечатлений этого лета, это, безусловно, выставка «Вся жизнь в одном велосипеде». Я предлагаю сейчас совершить небольшую экскурсию с вам гостем во Дворцово-парковый ансамбль и посмотреть еще раз на это чудо. Как это было? Наверное, не ошибусь, если скажу на это явление. Да, не ошибюсь. Каждый экспонат является уникальным. Все атрибуты и аксессуары велосипедов оригинальные. Возраст самого молодого экспоната составляет чуть старше 60-ти. Самый же древний был выпущен примерно два столетия тому. Причем абсолютно все велосипеды находятся в исправном состоянии. В свое время они служили людям таких профессий, как пожарный, ветеринар, пекарь, продавец и много других. География коллекции включает Италию, Англию и Австрию. Первым белорусским городом, где представили коллекцию, стал Минск. Далее экспозиция приехала в Гомель. Можно сказать, что крестным отцом нашего проекта стал господин Рыжков, директор Минского национального исторического музея. Мы ему предложили от лица нашей компании провести эту выставку, и он поддержал эту инициативу. И благодаря этому союзу мы здесь. И рассматриваем планы поехать также в Гродно. Мы очень надеемся, что гродненская публика тоже сумеет увидеть нашу веломногодневку. Ой, мне стало очень интересно и хотелось бы продолжить разговор про западноевропейское искусство. Расскажите подробнее, что будет представлено в Гомеле? Да, это совершенно уже такая серьезная выставка. Она рассчитана на тех, кто немного подготовлен в плане искусства, кто жаждет, любит и ждет настоящее произведение, шедевры, подлинники. И этих подлинников 72 приехала из Национального художественного музея Республики Беларусь, из Минска. Мы давно сотрудничаем с этим музеем. Это уже 20-я выставка, которая приезжает оттуда. И на этой выставке собраны предметы живописи, скульптуры и графики, которые отражают определенную тематику. Библейские и мифологические сюжеты в западноевропейском искусстве. Это 17, 18 и 19 века. То есть вещи, которые в настоящее время отдыхали и не представлены в постоянной экспозиции в самой главной сокровищнице нашей страны, предметов искусства, они вот сегодня приехали в Гомель и можно их увидеть. Как долго продлится эта выставка? Эта выставка, слава богу, будет до ноября месяца. Поэтому мы очень надеемся, что когда начнутся школы, и все, кто изучает историю мировой художественной культуры, И те, кто сейчас в отпуске за пределами страны? Да, и кто приедет, или кто сегодня есть, те примерно могут посмотреть эту выставку, приобщиться к шедеврам и получить удовольствие. Без интерактива, без права фотографирования, но только, так сказать, знакомясь с предметами один на один. Увидеть своими глазами и получить максимум удовольствия. Да, и получить удовольствие. Но кроме временных выставок, в залах Дворцово-паркового ансамбля существуют еще постоянно действующие выставки, о которых тоже, я думаю, стоит напомнить и рассказать. Да, у нас давно уже выставка археологии работает, постоянно действующая. Кроме этого, на четвертом этаже башни выставка, которая рассказывает о художниках Гомельщины. Это самые именитые и самые известные художники, которые являются золотым фондом не только творческой интеллигенции нашей области, но и Беларуси в целом, и которые входят в рейтинги художников европейского уровня. Эта выставка такая долго существующая, и она будет постоянно дополняться и обновляться новыми именами, новыми художниками и новыми картинами. Кроме этого, у нас постоянно действующие есть интерьер, реконструированные, так сказать, жилой обстановки конца 19-го, начала 20-го века. Это красная гостиная, белая гостиная? Нет, это мы говорим только о выставках. Это второй этаж. Там идет речь о жилой обстановке, так скажем, простых граждан конца 19-го, начала 20-го века. Которая недавно также обновилась. Опять обновляется, да. Кровать? Да. И на какой же кровати спали граждане 19-го века? Приходите, посмотрите. Простые. Не только там можно увидеть зону, где обедают, не только зону, где отдыхают. То есть это не царские хоромы? Это обычные бытовые какие-то уже преды. Скажем, да, горожан, дворян средней руки, инженеров. То есть это все то, что составляет... Это все наши коллекции. Вот то, о чем мы сейчас вам говорим. Это, собственно, постоянно действующие такие выступления. Ну и, конечно же, экспозиции наши, постоянно действующие, которые работают во дворце. Это экспозиция владельца гумельского имени Румянцева и Паскевича. Это интерьеры, созданные в центральной части дворца. Это так называемая домовая церковь. Или экспозиция культовых предметов, расположенная в северной резолите на первом этаже центральной части. А вот еще одна экспозиция, которую хотел бы тоже упомянуть. Экзотические животные, новые фармы. Да, да. Вот сейчас в Северном крыле у нас идет обновление целого зала. И музей будет... Ну, он и является владельцем, еще будут приобретены экзотические животные, куда с удовольствием всегда приходят дети или взрослые с детьми. И они смогут не только познакомиться с этими животными, но там и создается такая интерактивная зона, где можно будет поиграть, где будет висеть некий экран, где какие-то формы занятий детей. Это очень нужно, востребовано и всегда проходит на ура. Но любой проект, он требует физических, и моральных, и интеллектуальных затрат. Юридических знаний. Юридических в том числе. Есть проекты полегче, которые как бы из наших фондов, например, если это классическая какая-то выставка. Есть проекты, как, например, сейчас действующие «Параллельный мир» и «Фэнтези», которые требуют и интеллектуальных, и каких-то затрат чисто моральных, духовных. И фэнтези в том числе тоже. И фэнтези в том числе. Вот одна выставка, меня очень сильно интересует, выставка «Мумий». Приложили ли вы к ней руку? Заматывали. Соприкасались ли вы с ними физически? Ну, вот это образец как раз-таки... А, юридический. Выставки внешние. Есть такое понятие, выставки, которые приезжают к нам и которые требуют таких актов, как то договоры, как то решение проблем паровоза через таможню. То есть саркофаги вы не вскрывали? Нет. То есть это были мумии прямо из Египта? Египетские? Ну, это были не оригиналы, это были копии. Поэтому, естественно, там не было таких очень серьезных затрат в плане соблюдения всех нормативных документов, которые необходимы для провоза через таможню. Но у нас очень много выставочных проектов, которые приезжают к нам из... За пределов музея. За пределов Беларуси. И, естественно, каждый из них требует очень серьезной подготовки. Вот я предлагаю прямо сейчас перейти от слов к делу. Давайте посмотрим, кто такие мумии, как они выглядели и вообще, что происходило в эти дни, пока мумии обитали во дворцах, в зале Дворца Румятзвы и Пашкевича. Что же там было? Надеюсь, они уже не обитают там, да? Нет уже. Уникальные, загадочные и немного мистические. Такое впечатление производят мумии. Выставка под названием «Мумии мира» демонстрирует культуру захоронения Древнего Египта, Южной Америки, Китая. Здесь представлены мумии древних царей, знаменитых жрецов, средневековых монахов. Можно увидеть и импровизированные мастерские бальзамировщиков, посмотреть, что происходило с телами жертв Инквизиции. Пугающие и загадочные мумии, как посланцы из других измерений, неизменно вызывают человеческий интерес на протяжении многих столетий. Представленные на этой выставке экспонаты созданы санкт-петербургскими и минскими мастерами. Выставка «Мумии мира» была собрана всего полгода назад. Она побывала в столице, а после Гомеля отправится по городам России. По большому счету мы старались просто захватить все исторические периоды, вот что важно как бы на этом проекте. Начиная с неандертальцев, заканчивая современным монахом, например, буддийским, да? Чтобы у человека была определенная логика, вот как это все как бы устраивалось, как это все было. То есть включая даже средние века у нас есть. То есть есть, опять же, мумии буддийских, буддийский монах, есть европейский монах, есть майя, есть Египет, конечно же, есть стивилизация Чичора, которая была еще до Египта. Вот это как раз тот момент, когда, наверное, стоит сказать, они ушли, но обещали вернуться. Ну, у каждого свое мнение, да, может быть, наверное, по поводу подобных выставок. Мне несколько жутковато. Кто-то наоборот. Насколько я понимаю, эта выставка пользовалась огромным успехом. Люди очень любят, наверное, да, что-то необычное. Но вы знаете, несмотря на то, что это не подлинненькие, потому что, конечно, привезти мумии из Египта подлинные, это очень дорого. Но, тем не менее, этот проект, он познавательный. Особенно для, скажем так, выходного дня, то есть, когда родители приводят своих деток, когда приходят школьники классами и смотрят. То есть, это не просто, ну, посмотреть на, как бы так, уже сохранившиеся какие-то останки человека. А это еще и познавательный момент. То есть, там не только египетские мумии, но и разные мумии, которые сохранились, которые дошли до нас. И каждая из них имеет свою историю, подлинную историю. Вы знаете, еще один музейный проект, который привлек небывалое количество зрителей, небывалое внимание общественности, это выставки готовых. изделий, шикарных платьев того же Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина. Скажите, продолжит ли музей работать в этом направлении и кого ожидать в этом году? Ну, пока по поводу кутерье договоров нет. Но, кстати говоря, вот в ближайшее время у нас планируется выставка, пусть не костюмов, но медийных персон, которых изображает на своих фотографиях Екатерина Рождественская. Эта выставка была у нас, вернее, ее выставка была у нас, но сейчас мы опять планируем другие фотографии, и это всегда очень привлекательно, потому что увидеть там Садальского, например, в образе Караваджо, да, и... Именно в этом. Да, именно в этом образе. Это действительно, это московский проект. А сама Екатерина Рождественская планирует вновь посетить? Ну, ведутся переговоры в данный момент о том, чтобы это все состоялось. Вы знаете, выставка «Любая приезжая» наверняка связана с огромным количеством, как мне кажется, не только затрат материальных, но и каких-то... где хранить, как хранить, при какой температуре. Существуют у нас такие, скажем, готов ли наш музей принять сегодня любую выставку. Многолетняя история наших выставочных проектов говорит о том, что мы принимали выставки очень высокого уровня и справлялись с ним. И все наши партнеры, когда приезжают и видят наши залы, они очень остаются удовлетворены и самими интерьерами этих залов, и теми возможностями, которые мы им предоставляем. К тому же у нас много залов. Мы очень богаты по поводу того, что у нас есть экспозиционное пространство, у нас есть выставочные залы и разного характера. И особенно вот в интерьере, добавленном ламбрекенами, старинными люстрами. Очень нравятся, кстати, те же кутюрье, тот же Вячеслав Зайцев, он говорил, что это очень здорово. И та же рождественская, когда вот их предметы оформлены вот в таком дворцовом стиле. В богатом. Богато, да, это очень нравится. И под это вот многие, даже современные художники, они как-то по-особому относятся к этим залам, потому что ну поди-ка ты просто в современной галерее выставь свои произведения, а тут нужно уже следовать как-то этому дворцовому интерьеру. Кстати, особое впечатление залы дворца производят и на артистов, которые приезжают выступать в Белую гостиную. Из этого можно сделать вывод не только картинная галерея, но еще и концертный зал у вас имеется. Расскажите, чем собираетесь баловать меломанов в обозримом будущем? Нам очень повезло, что у нас сделан такой зрительный зал, который очень востребован. И не только те, кто приезжает, но и те, кто слушает. Есть свой контингент, который приходит обычно на концерты в Белую гостиную. И вот в ближайшее время, 29 сентября, у нас будет очень интересный проект, который является результатом такого конкурса, проекта, который проводит телеканал «Россия культура». Это большая опера. И вот номинанты этого проекта, это большой оперы, певцы, сопрано, это Салтанат Ахметова, она очень известна, это казахская певица Илья Сельчаков, баритон. Вот они будут петь, будут петь прямо в колонном зале, кстати говоря. И в принципе уже продаются билеты, и с удовольствием люди ждут вот этой встречи. Это музыкальное событие. Первая ассоциация, которая есть у Гомеля, это СОЖ, дворец, парк. И еще объекты. У нас еще есть ряд объектов. Это вы имеете в виду парк? Я имею в виду и часовню, усыпальницу. О, да, конечно. Усыпальница недавно отреставрирована, и туда уже идут посетители. Вот у нас башня обозрения, с которой можно на все это посмотреть. Зимний сад. Увидеть все. Зимний сад. С удовольствием детишек туда водят. Это у нас те пространства, которые мы с удовольствием за ними тоже ухаживаем, куда приглашаем наших посетителей, туристов. А территория парка какая? Я уже молчу про тюльпаны, которые там вискуют. Редкие породы деревьев. Да, редкие белки. Да, у нас есть специальные экскурсии, как по территории Дворцового парка. Так у нас есть и выездные экскурсии, даже своеобразные проекты разработаны. Вот два дивных проекта. Да, на Фельдмаршальске и нефтяной. Это что за проекты? Что вы имеете в виду? Это проекты, которые мы предлагаем нашим посетителям. И это возможность познакомиться с историей и объектами, которые существуют на территории Гомельской области. Причем они тематические. Если Фельдмаршальске – это проект экскурсионный, который знакомит с историческими объектами. Военной истории тоже, да. Военной истории, с историей Дворца в том числе. То нефтяной – это возможность посетить те объекты, которые в простой обыденной жизни человек просто не сможет посетить в силу того, что это работа. Это работа нефтяников. Но благодаря вот такому проекту можно оказаться на нефтяной вышке. Так что делаем вывод, музей – это не только посещение экскурсий и в тишине смотреть на картины и какие-то экспозиции. Год этот объявлен у нас годом культуры. И мы уверены, что на ваш музей также возлагается особая миссия, ответственность чем-то в год культуры удивить. Мы, по-моему, постоянно весь год чем-то удивляем. Это безусловно, с этим никто спорить не станет. Да, под занавес мы планируем очень серьезный проект. Действительно, образец того сложного проекта, процесса, который проходят наши выставки извне – это проект с государственным Эрмитажем у нас на форуме. Это действительно очень серьезно. Да, на втором международном форуме музейном был в гостях Михаил Борисович Петровский. И есть договоренности, и только два музея нашей страны – Национальный художественный и Гомельский музеи – берут сложнейшую выставку в смысле перевозки, в смысле упаковки, в смысле охраны и сохранности. Это выставка «Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма». Единственный музей всего мира, который обладает колоссальной коллекцией вот этого вида музейных предметов. И мы сейчас работаем над уже договорами, мы сейчас работаем со спонсорами. Столкнулись с проблемами какие-то? Ну да, во-первых, это немало стоит. И мы тут обратились в Гомель Транснефть Дружба. Ее директор нам обещает, что тоже будет вспомоществование, потому что перевезти и доставить. А можно озвучить эту сумму или нет? Нет? Это так интересно? Мы параллельно работаем с Национальным художественным музеем. Ну, в общем-то, большие, колоссальные затраты нужно потратить. Просто даже хотя бы конвой из Петербурга. Сам Эрмитаж у нас денег не требует. Вот он оценил свою коллекцию. И, естественно, страховая стоимость, она потом перерабатывается в страховой полис, так называемый, да, который мы должны оплатить. И конвой по дороге из Российской Федерации, потом по территории Белоруссии, упаковочный специальный материал по международным стандартам. Все это, конечно, с чем мы сталкиваемся сейчас. И мы стараемся, очень стараемся, чтобы этим тоже... Ну, это прям... ...в результате 9 наших посетителей. Ночь музеев. Проект, который ежегодно привлекает десятки тысяч горожан, гостей города. Все стремятся попасть. И я уверен, что эта традиция на территории Дворцово-паркового ансамбля также будет сохраняться и приумножаться. Мы ежегодно стараемся наших посетителей удивить на ночь в музее и представить какой-то необычный проект. И каждый год, новый год, даже еще до нового года, мы уже начинаем думать. Вернее, наверное, даже я не ошибусь, если скажу, что на следующий день после ночи в музее, мы уже начинаем думать на следующем... О той этой ночи, да. ...на следующим проектом, которым мы удивим и порадуем наших гамильчан. Скажите, а наши фонды выезжают за пределы страны, в другие музеи? Показываем ли мы иностранцам, на что есть у нас? На астокроме. Конечно, да. У нас было несколько выставочных проектов. Мы возили наши экспонаты в Москву. Это в первую очередь востребованная этнография, народная икона, художники гамильщины. Это был проект, который мы осуществляли в городах России. Это был и Калининград, и Курск. И наша коллекция иконописей побывала и в Словакии, и в Польше, в Варшаве. То есть, естественно, мы стараемся показывать наши коллекции не только в Гомеле, но и за пределами Гомельской области. В Беларуси. Да, можно сказать, мы в несколько раз в Витебске делали выставки. Национальный художественный музей. В Гродно была наша выставка. И у нас есть несколько таких вот партнерских проектов с музеями Беларуси. В частности, с Национальным историческим музеем мы сотрудничаем очень плотно. И у нас есть... Вот в этом году была Чернобыльская выставка совместная, проект с Национальным историческим музеем. Да, совершенно верно. Ну и кроме этого, еще ряд проектов, которые, наверное, очень долго нужно будет озвучивать, если мы начнем... А, давайте не забывать о том, что и районные музеи, мы тоже туда возим свои выставки. В Гомельской области? В Гомельской области, да. Собственно говоря, наш музей, это как такой методический центр области, областных музеев, находящихся на территории области. И вот буквально в этом году у нас в Ельском музее, в Кармянском, Светлогорском были выставки, ну, разного характера. Где-то Чернобыльская выставка, где-то выставка с патифонами, да, где-то выставка собственной экспозиции. Даже мы принимаем участие в создании экспозиции и какие-то вещи тоже на депозите участвуют. Вот, поэтому очень большая активная и выездная работа и все теми же силами. Это знаете, что это значит? Это значит, что наша встреча далеко не последняя. И я думаю, что через пару-тройку месяцев мы снова будем ждать вас в один из добрых вечеров у нас в студии на телеканале «Беларусь-4». Ну, а сейчас, я думаю, самое время пригласить на свои выставки тех, кто сейчас проводит этот вечер вместе с нами по ту сторону экрана. От души приглашаем, приходите в Гомельский дворцовый парковый ансамбль, во дворец, на его объекты. Мы рады будем всех встретить. Не пожалеется, это точно. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в гости. Было очень приятно. Мы желаем вам успехов во всех ваших начинаниях и, конечно же, приходите к нам провести один из добрых вечеров. Спасибо, всего доброго. Это была программа «Добрый вечер, Гомель». Завтра будет новый вечер, и он обязательно будет добрый. Друзья, ищите нас в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграм. Заходите на наши странички, подписывайтесь на новости и не забывайте посещать наш сайт tvrgomel.by. Мы желаем всем море любви и позитива. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова